Недавние праздничные каникулы, продленные небольшим локдауном, принесли свой результат. Заболеваемость коронавирусом несколько снизилась. Между тем, ситуация все равно остается напряженной, поэтому темпы вакцинации надо увеличивать. Такое мнение высказали во вторник участники пресс-конференции, на которой подвели итоги первого этапа массовой прививочной кампании. Праздники, а также введение ограничений, например, допуск в общественные места по QR-кодам, позволили снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Конечно, количество инфицированных или переболевших в Тверской области велико, уже почти 80 тысяч. Поэтому в регионе развернуто 2600 коек, из которых как минимум 15% вакантны и используются в качестве резерва. Ну а вакцинация все же дает свои плоды. Из числа тех, кто сейчас госпитализируется в учреждении для лечения больных коронавирусной инфекцией, очень малое число вакцинированных. И среди тех, кто умирает от коронавирусной инфекции, практически нет вакцинированных. По данным областного Минздрава, из 473 тысяч привитых всего 3% заболели. Но зато перенесли COVID-19 относительно легко. Последние случаи медики объясняют разными причинами. Помимо наличия сопутствующих заболеваний, у человека изначально может быть сниженный иммунитет. Либо он еще не успел выработаться, так как с момента укола прошло мало времени. Если мы говорим о двухкомпонентной вакцине, развивается через 2-3 недели после вакцинации вторым компонентом. Или если это касается конкретно спутника ВИ, наиболее распространенной вакцины через 42 дня после вакцинации первым компонентом. Поэтому надо смело делать первую или повторную прививку. Для последней, кстати, как правило, используют спутник Лайт. Однако, если вам предложат спутник ВИ, тоже ничего страшного. Отметил Александр Старцев, приведя себя в качестве примера. Что касается пунктов вакцинации, то сейчас их по области до полусотни постоянных, плюс два передвижных. Работают и выездные бригады. Всего этого вполне достаточно, отмечают медики. А если где и случаются очереди, тому тоже есть объяснение. Например, когда все побежали прививаться после введения QR-кодов. Мы работаем не над количеством прививочных кабинетов, а над качеством работы в уже существующих прививочных кабинетах. И над увеличением пропускной способности этих прививочных кабинетов. То есть увеличение количества прививочных бригад, увеличение количества смен. Организация записи таким образом, чтобы наиболее рационально использовать время. Поэтому тем, кто не хочет сидеть в очередях, медики рекомендуют вакцинироваться по выходным или по вечерам. Пункты работают до 21.00. А еще лучше просто предварительно записаться, чтобы прийти к точно назначенному времени. Тогда и прививочная кампания поет живее. А значит быстрее сформируется тот самый коллективный иммунитет. То есть когда доля привитых, а также переболевших составит 80% населения Тверской области. Продолжение следует...